Песня Это нам, это нам путь отцов продолжать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тише ты! Опять мамины? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай сыграем пограничников. Давай. Замаскируй их так, чтобы ни одна живая душа не нашла. Угу. Придет мама, скажет, что я пошла к Люсе. Хорошо, скажу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотри, нравится парень? Ничего. Девушка, разрешите пригласить? Вы что, не танцуете? Извини, друг. Девушка мне обещала. Пошли. А уверен, что обещала? Не сомневался. А ты кто? Юлия. Я угадываю желания других. Я телепат. Редкие способности. Еще бы. Посмотри. Сто лет не танцевала. Я не танцевала. Я не танцевала. Зойка. Наташка. Здравствуй, милая. Здравствуй. Откуда ты взялась? Ты совсем не изменилась? Володь, сейчас подожди. Хорошо. Рассказывай. Я вас только не видела. Очень приятная группа. Откуда оркестр? Училище металлистов. Ремесленные? Почти все из 18-го профтеха. Попробуем. Отец, я пропала. А что, тебя еще не пускают на танцы? Дяденька, потанцевать хотите? Да-да, очень. Куда ты пропал? Да вот тебя жду. Ты знаешь, она уже бабушка. Кто бабушка? Зойка, Зойка. Сейчас что-нибудь придумаем, подождите. Мотоцикл на 5 минут, старик. Пошли. Ничего, тут торчим. Давай где-нибудь посидим. Попробуем. Сегодня. Попробуем. Попробуем. Кого? Да. Тебе это действительно интересно? Конечно, интересно. Ну? Нашу дочь. Дело в том, она сейчас там танцует. Как? Юля? Коль, мне пора. Постоим еще немного. Подождем, пока твои придут. Что ты? Помоги мне. Заберусь. Спасибо, Коля. Прекрасно, что бывают такие танцы. Правда? До свидания. Встретимся завтра. Бабушка! Тише, ты конспиратор. Ты когда приехала? Вечером. А как вошла? Васек открыл. А где твои родители? Подчудильник у меня, наверное, караулит. Ну и название. А что ж такое? Танц-клуб. Зато оркестр называется Агапи. Что в переводе с греческого означает любовь. И ты там познакомилась с самым необыкновенным мальчиком. Бабушка, он правда не такой, как все. Знаешь, какой мотоцикли гоняет? А зовут его Коля. Бабуля. Это был первый настоящий бал в моей жизни. Бабушка, я бы на твоем месте все-таки поговорила с ней. А то у тебя никогда времени нет. Я и сам не терплю нотаций. Ты бы лучше побольше доверяла дочери. Тогда было бы все в порядке. Да-да, советы давать легко. Смотрите, мамочка, когда же вы приехали. Здравствуйте. Вечером. Мама нас сюрпризы любит. Здравствуй, мама. А кто ж тебя открыл? Юлюшка. Как Юлька? Юлька? Это интересно. Посмотри. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Заговорщики. Это говорит только о том, что твоей дочери пора иметь свои туфли на каблуках. Ничего, обойдется. Скажи, Пахвальков, почему ты не работала со своими товарищами на строительстве школы? Это не моя обязанность работать. А чья же это обязанность, осмелюсь спросить? Рабочих. Каждый должен быть занят своим делом. По-моему, я права. Какое же дело ты считаешь своим? Учебу. Угу. Хорошо. А как ты учишься? ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да! Здравствуйте, Борис Трофимович. Да нет, не передумал я. Жаль как-то расставаться со своей школой. Да и не интересно мне в ремесленном. Не успевающих, как говорится, мы туда ссылаем. Консерватор? Зайду непременно завтра же. Так вот, Пахвалько. Если и дальше так дело пойдет, то мы тебя в девятый класс не возьмем. А с плохим свидетельством тебя и никуда не примут, ни в одну школу. А если я исправлюсь? Вряд ли. А куда же мне тогда одеваться? Не хочешь учиться, иди в ремесленное училище. До свидания, Егор Семенович. Будь здоров, Пахвалько. Неужели ты никогда не была в этом замке? Я его дарю тебе. Царский подарок. Спасибо. Я принимаю его и разрешаю тебе пройти в мои владения. Интересно, кто жил в этом замке? Заколдованные красавицы или страшные пираты. А где страшный пират учится? Пока нигде. Работаешь? Да. Пират-то не ядет. Пират будет заниматься в стройчилище. В ремесленном? В профессионально-техническом. Руку. Я сама. Осторожно. Дай руку. За что его туда, бедненького, камни тесать? Одного каменотеса спросили, что ты делаешь? Камни обтесываю, ответил он. А ты? Спросили у второго. Неужели не видите? Дворец строим. Ты, конечно, тоже хочешь дворцы строить? Конечно, хочу. Разве это плохо? А ты что бы хотела делать? Не знаю. Я еще не придумала. Тебя, наверное, или за оценки, или за плохое поведение отчислили. Почему ты решила, что отчислили? А иначе зачем в профтех? Эх ты, барышня из гимназии. Ты не обижайся. Причем не обижайся. А ты что, в чем здесь отчислили? Жалко мне время терять. Хочу скорее стать самостоятельным. Это хорошо. Самостоятельным. Мне бы тоже хотелось. А кто тебе мешает? Легко сказать, кто. Ты заметила? Все герои из жизни замечательных людей рано начинали. Капабланка в четыре года научился играть в шахматы и исправлял ошибки отца. Представь себе, Моцарт и Бетховен в раннем детстве написали первые сонаты. Пушкин первые стихи. Если хочешь чего-то достигнуть, пробивайся к цели сразу. Надо самому все знать и уметь. Все. Начинай с самых простых вещей. Ишь ты. Девочки, а спрашивать сегодня будут? Да ты что, в первый день будут спрашивать. А кто физик? Молодой? Он заместитель директора. Его перелили из образцовой школы. И все. И все. Здравствуйте. Садитесь. Похвалько, ты здесь. Разве я могла с вами расстаться? Садись. Я попрошу к доске сильного ученика. Ну, конечно, не в смысле поддубного. А я хочу хотя бы примерно установить уровень ваших знаний. Кто решится? Так. Да, не во всех школах есть такие кабинеты, как у вас. Ну что ж, посмотрим, что вы знаете. Может, вы считаете, что малярам, отделочникам физика ни к чему? То есть, как ни к чему. Оставление растворов, сцепление материалов. Правильно. Правильно, молодец. Может, ты и выйдешь? Очень интересно. Ну что же, если нет добровольцев, буду вызывать сам. Да. Можно мне? Прошу. Уже за храбрость тебе можно поставить тройку. Что, ты тоже хочешь получить тройку? Да нет. Я хочу пятерку. Ждем вопросов. Да, извини. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что такое энергия? Только коротко, без лирики. Энергия – способность тела совершать работу. Верно. Пример энергии? Потенциальная. Хорошо. Формула? Потенциальная энергия равна массе, умноженной на ускорение свободного падения и на высоту. Профессор. Веселый ты парень. Может, так же с юмором приведешь пример криволинейного движения? Пожалуйста. Несешься по коридору. Так. Навстречу вы. Делаешь крюк. Хватаешься с товарища – торможение. Получаешь от него по шее и с ускорением летишь обратно. Все правильно? Да, пожалуй, правильно. Садитесь. Эй, парень! Где здесь полярная мастерская? Дальше. И направо. Спасибо. Вот это ваша мастерская. Тут сейчас практикуются каменщики. А на следующей неделе начнете заниматься вы. И получите первые навыки по профессии. А за три года учебы вы должны стать настоящими мастерами своего дела. Подлинными хозяевами своих предприятий. Ну, а кроме того, после окончания нашего училища вы все получите аттестаты. А сейчас… Сейчас секреты выдавать начнет. Секретов вашей будущей профессии я, к великому сожалению, не знаю. Я тут человек новый. Тимофей Иванович, побеседуйте с новичками. Ну, насчет секретов, ребята, могу сказать. Секрет один, он прост. Полюбите свою профессию, свое дело, и вы будете счастливы. А кто не находит счастья в работе, тот не найдет его нигде. А в любви? Как бы сказать, не каждому дается быть счастливым в любви. Это, знаете ли, как талант, как удача. Они или есть, или их не наблюдают. Голова, коврады! Жестокий транспорт. Фамилия? Беренький. Дима. И он сказал нам, здравствуйте, товарищи, извините, что я задержался. Правильно перевел? Yes, sir. Very well, my friend, только больше не опаду. Тихо-тихо, ребята, не отвлекаться. Тимофей Иванович, прошу вас. В вашей учебной группе существует такой порядок. Решения по важным вопросам учащиеся принимают все вместе. И эти решения становятся законом для всех. И для мастера? И для мастера. Согласны? Согласны. Подходит. Здесь вы видите дома, которые строили выпускники нашего училища. Вы через три года будете строить еще и получше. А вот эта фотография, память о реставрации Георгиевского зала в Москве. В центре, обратите внимание, ваш ведущий мастер, Иван Федорович. В настоящее время он в Венгрии делится опытом работы наших профессионально-технических училищ. А справа знаменитый отделочник Каталуб. Он сейчас находится в Афганистане. А его сын, кстати, поступил в наше училище. И кажется, в вашу группу. Аплодисментов не надо. Тише, тише. Пошли дальше. Пошли дальше. Всё, всё же. А эта, сальваторе Адамо поет. Мне кажется, он меня любит. Кто? Адамо? Нет, Коля. С чего ты взяла? Вчера я стояла в очереди за билетами в кино. А он собирал у ребят деньги. Потом подошел ко мне и высыпал их мне в руки. Ну и что? Как что? Ты что, не понимаешь? Ведь прямо ладонь высыпал. Девочки, ну нельзя же так. Можно хоть немного потише. Опять форма. Мы из нее такой модерн сделаем. Ты не спеши, дорогая, не спеши. Покажись. Сейчас, Амарочка, поправим. А ты, Юлька, не трогай, тебе форму все равно возвращать придется. Мне юбку не надо резать, мы ее лучше подвернем. Хорошо. А чего это у вас столько картин? А мама художник по костюмам. Вы, значит, художница. Конечно. И нашу форму тоже вы придумали? Ну не, дорогая, мы модные платья делаем. Вот и все. Юля, посмотри. С ума сойти. Поверьте, Юля должна закончить училище. Ну, мою дочь вы должны исключить из училища. Это крайность. Зачем так? Юле нравится. Ну, я настаиваю. Егор Семенович, скажите, вы уверены в том, что дети в 16 лет, в 16 лет сами правильно могут выбрать свой жизненный путь? Ну, это... Вы посмотрите только. Послушайте. Даже легкое облако оставляет на земле тяжелую тень. Или вот. Вот, пожалуйста. В воздухе пахло зелеными арбузами. Это вдруг раскрылись все почки. Замечательно. Вы видите, куда ее влечет? Литература, это очень хорошо, Наталья Николаевна. Очень хорошо. Но мне кажется, мы с вами оба в чем-то, понимаете ли, заблуждаемся. Ведь ребята, получая профессию, становятся ответственнее. Не стоит ей мешать. Не надо. Не хочу не идти. Да не кисни ты. Вот выстроим вам новую школу, большую, красивую. Отменят вторую смену. Не надо будет рано вставать. А сама по утрам давно хныкала? О, вспомнил до исторические времена. Ну, давай, давай, шевели лапками. У Ивана Федоровича опаздывать никак нельзя. Сегодня классы будем красить. Какой ты цвет любишь? Как матросская тельняшка. По Черному морю Вазовская. Потом по Волгодонскому каналу. И? Нет. Лучше в Карпаты, на снег. Смотрите, не обморозьтесь. Что здесь происходит? Каталуб соблазняют девчат. Поездкой в горы. Ну, а я ненароком вспомнил, что мы не миллионеры. И что же? Крым или Карпаты? Кордильеры. По сне еще не то приснится может. А я во сне только свое село вижу. А я предпочитаю Карпаты наяву. У нас для этого есть все возможности. Если группа решит, оформим приказы. Здоров. Привет. О! О! Явился. Гелло, камрады. Опять жестокий транспорт. Так точно, Иван Федорович. Как назло. Да. А это что? Грызешь? Малости интересуюсь. А кисти? Отцовские. Тоже маляр. Тоже маляр. Грызи. Юля, прижимай кисть. Молодец. Коля, слышишь? Мастер опять Юльку хвалит. А у меня вот как. Посмотри. Ничего. Да ты что? Коля. А чего это? Тамара. Юля, я возьму, ладно? Возьми. Очередное проявление любви. Маскируется. А ты видела, как Колька к доске вышел, когда Егор меня хотел вызвать. Держи. Именинник. Спасибо. Нашла время. Наверное, Юля всех обгоняет. Ничего не обгоняет. Все первые. Замри. Посмотрите, как прекрасно сочетается ее косынка с цветом стены. Давайте покрасим стены в разные цвета. Какие цвета? Два цвета. Не выдумывайте. Хорошо, а почему нет? А потому. Вам баловство разноцветное, у меня план. Да какое баловство? Это же творческий поиск, ребята. Что за молчите, у меня паспорт. А по паспорту второй этаж должен быть салатовый. А, ну подумайте. Это же красиво. Да мне отвечать они вам. И все-таки в порядке эксперимента один класс сделаем. А потом перекрасить ее. Если надо, перекрасим. Ну, конечно, перекрасим. Правильно, ребята, перекрасим. Тащи, ребята, бедра. Школу обещают закончить к концу года. Наша Юлька. Жаль, что не к первому сентября. Как вам нравится новая школа? Очень. Светло, просторно. Скорее бы только. Будем помогать вам. Да-да. Это здорово изменилось. Ребята, девочки, не отставайте. А Коля тоже здесь? Ну, конечно, здесь. Я приду, расскажи. А мне можно? Обязательно приходите. А ты умеешь кататься на лыжах? Умею. А что? А мы вот тут с Колей, с Петей, с Иваном Федоровичем ехать в горы собрались. Куда? В горы. Когда? Ну, когда? В горах в любое время хорошо. Вот. Юля, докладывай мастеру. Иван Федорович, мы решили... Кто мы? Не перебивай. Лора Синичкина, Жора Казак, Наташа, Степан и я, мы решили всей нашей группой работать в каникулы, чтобы обязательно успеть сдать школу к первому сентября. Как в каникулы? А горы? Ты кто такая? Может, комсорка? Староста. Ты ведь даже не комсомолка. А ты что за нас решаешь? Мы что, пустое место? Да пойми ты, школа очень нужна к началу учебного года. Я это знаю не только по своему брату. И мы догадываемся. Но учащиеся сами такие вопросы не решают. Почему не решают? Должны же мы быть хозяевами своих предприятий. Должны или нет? Вы нас сами учили. Иван Федорович, есть предложение. Голосуем, ребят. Кто за то, чтобы летом один месяц поработать на строительстве школы? С зарплатой, конечно. А на заработанные деньги в горы. Кто за? Против? А ты чего? Воздержалась я. А как у тебя уроки? Все как надо, папа. Юля, сейчас начинается. Я не буду смотреть. Тебе же это нужно. Проходить будете. Я лучше прочитаю. Юля, Юль, пойди посмотри. Сколько прелестей у русских девушек. Володь, посмотри. Володь. Ткнулся там. Не трогай нас. Мы занимаемся настоящим делом. Мне кажется, она слишком увлеклась этим настоящим делом. А про уроки совсем забыла. Это и есть ее уроки. И, между прочим, она делает их с удовольствием. Ну, не выйдет из нее, знаменитый маляр. Зато она станет хорошей женой. Ты же сам любуешься прелестной Наташей Ростовой. Ее хорошими манерами, а не рабочей девчонкой. Ну, а кто мешает рабочей девчонке стать Наташей Ростовой? С хорошими манерами. А где их взять? Где? У кого почерпнуть? А пусть черпает у своей мамы и приносит туда. Иван Федорович? Это вы? Да, я. Вы здесь живете? Нет, нет, я в гости. Коля, я... Добрый день. Я на минутку, по делу. Ах, по делу. Разрешите, бригадир? Ну, конечно же. Привет, соседки. Здравствуйте, Валентина Романовна. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня никак потолок не выходит. Ах, потолок. Есть будешь? Да нет, спасибо. Присаживайся. Угу. Серьезно работаешь? Госэкзаменом готов. В начальнице выходишь? Да нет, просто нехватка знаний. Как-то неудобно получилось сейчас там, на лестнице. Тебя наша репутация беспокоит? Или они? Ханжество нам, Ваня. Ни к чему. Не забудь. Спасибо, Валюша. Да. Общим у них является состав. Кислоты. Это электролиты, образующие при диссоциации только катионы водорода. Только катионы водорода. Все кислоты. Здравствуйте. Садитесь. Похвальком. Надо быть внимательнее. Садись. Я тут расчеты делаю для стройки. А на уроке химии надо заниматься химией. Татьяна Михайловна, вызовите похвальку к доске. Юлия, идите к доске. Да. Расскажите, что вы знаете о кислотах. Кислый вкус ионов водорода мы ощущаем, когда пьем газированную воду или едим пищу с уксусом. Водород. Водород входит только в состав кислот. Чистая, прозрачная, как хрусталь, вода слабо, как бы нехотя проводит электричество. Пойми, похвалько, здесь не урок изящной словесности. Это ведь там можно расписывать. Солнце почти утонуло в море. И в розовом закате летают розовые чайки и кричат тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Ну, а в химии, в физике, там все рассчитано и все взвешено. И если твои знания стоят единицу, то, стало быть, ты ее и получишь. Похвалько, останься. Тамара, подожди, я сейчас. Я в тренировке. Тебе плакать надо. Розовые чайки. Ах, Юля, Юля, когда уж ты будешь серьезней. А дома-то, наверное, и мама, и папа. И бабушка. И бабушка. Вот видишь, сколько людей ты огорчаешь. Егор Семенович. Хорошо. Но... Даю тебе две недели сроку. Подтянись по всем предметам. А иначе нам придется с тобой все-таки простаться. Вот так. Перехватываешь руку нападающего у кисти. Подворачиваешь на левую, в замок. Ясно? Ясно. Коля нападает с ножом, Петя защищается. Приготовились. Опять неправильно. Рыцарь у моих ног. Ну, ты полегче. Петро, на минуточку. Можно ему? Хорошо, только ненадолго. Давайте на ковер, ребята, на отработку. Петро, моя жизнь в твоих руках. Решить задачи по алгебре? Хуже. Завтра конкурс по профессии. Знаю. Это злополучная шпаклевка. Помоги мне хоть половину окна сделать. После ужина. Ты же слышал, Егор обещал из училища выгнать. Ха. Почему? А почему Коль не попросишь? Ты что, не знаешь его? Начнет нечестно, жульничество. А ведь никто даже не заметит. Комнаты распределены. Я свое окно знаю. Потом. Тебе хочется перед Томкой неудалом быть? Это к делу не относится. Не выйдет. Коля! Можно тебя на минуту? Что? Чего тебе? Коль. Будь другом. Выручи меня. Да, чуть не забыл. Томка просила в восемь прийти. Вареники будут. Тебя же звала. Я-то при чем? Вареники она в твоей комнате лепить будет. А мы с Юлькой, возможно, позже придем. Тебе не кажется, что наши девчонки все слишком усложняют? Запутывают. Не пора ли это распутать? Мне никогда ничего не кажется. Скорее вода кипит. Ну, кто-то клепит. Ну, ладно, чего ты. Девочки, нахуй. Не дабудь тарелку. Не дабудь тарелку скорее. Выходит, у нас вечерницы будут, а? Будут, будут. Ну, хозяйка, проси гостей к столу. О, давай же. Сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще один. Два. Хорошо, принесу два. Коля придет. А может и не придет. У него дело. Там. А он мне обещал. Обещал? Подождем его. Что-то мигает. Там кто-нибудь есть, бабушка? Не должно быть. Рабочие давно ушли, дедушка. Ага. Пошли, белка, посмотрим. Ой, что ты мигаешь. Ну, свети нормально. Я ж до утра возиться буду. А ты шевелись. Смотри. Это вот все. Надо убрать. А теперь равномерно накладываешь, а потом аккуратненько замазываешь. Шпатель надо держать так. Поняла? Держи. Смотри. Ну, хватит. Теперь успею. Успеешь. Пошли. Угу. Идем. Нас закрыли. Ключ торчет. И другой ряд нет. А если прыгнуть? Страшно. Высоко. Кто там? А ну, выходи и не вздумай бежать. У меня злая собака. Кто такие? Как попали сюда? Зачем? Ваши фамилии? Так как в вашей фамилии? Моя фамилия? Моя фамилия? Моя фамилия? Моя фамилия Каталуб. Да быть этого не можешь. Да не делайте избухи, слона. Тоже мне моралисты. Значит, вы забрались на стройку, чтобы еще попрактиковаться? Да. Собственно, практиковалась только я. И заперлись, чтобы никто не помешал. Да мы не запирались. Честное слово, не запирались. Никто не помешал тебе, Каталуб, практиковаться в семафоре. В каком семафоре? Что ты сигналил фонариком. Ты что молчишь? Ну, переведи, пожалуйста. Правильно поняли. Люблю тебя, сигналил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Анна Михайловна, благодарю вас. Вы свободны. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Кто что-то... Бить вас некому. Неужели, похвалько, у тебя так и не хватит смелости сказать нам правду? Я все сказала. Она правду сказала? Юле нужно выделить для конкурса другую комнату. В этой ножу часть работы сделала? Угу. Обо всем. А ты что, хотела у меня и всех быть? Ты что молчите, дайте послушать. Юля, послушай. Да отстань ты. Юля, постой. Я вас понимаю. Я понимаю вас. Но все-таки отдайте документы. Юле будет очень трудно после всей этой истории здесь. А в другом месте, может быть, она как-то и учится, и вести себя лучше будет. Я уверена в этом. Уверена. Ну, 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 ну. Не надо. Зачем так? Устраивать такое наводнение? Что, ее еще нет? Ну, все. Хватит либеральничать. Хватит этих экспериментов. Хватит. Наташа, что случилось? Ты не видела мои часы? Нет, я не видела. Подожди. Подожди, надо поговорить. Нашу Юлю обвиняют в аморальном поведении. Что? Да. Она заперлась с одним мальчиком в классе. Не может этого быть. Кто, Юля? Да, да, да. Я тебе говорила. Я тебе говорила, что это училище до добра не доведет. Нет, нет, это не серьезно. Это абсолютно серьезно, Володя. Абсолютно серьезно. И, кстати, в этом виноват ты. Потому что у тебя вечно, вечно нет времени поговорить с дочерью. Папа, извини, что я без спроса взяла твои часы. Скажи, что там за история? Какая история? Ну, с кем ты там заперлась? Я ни с кем не запиралась. Честное слово, папа, да это было совсем не так. Ты что, мне не веришь? Верю. Ну, вот видишь. Она лжет. Она лжет, Володя лжет. Подожди, подожди, Наташа. Ты расскажи подробнее, что там было. У нас должен был состояться конкурс на лучшего по профессии. Мы с Колей готовились заранее. Я шпаклевала окно и... Ну, я просто хотела быть лучше других по мастерству. Правда? Это действительно так? Вы действительно там работали? Постой, постой. Значит, ты заранее хотела... Ну, иначе... Как сказать? Ну, иначе бы я не успела на конкурсе. У меня плохо со шпаклевкой. Но ведь это же обман. А что тут такого особенного? Что? Как что? Ну, а кем же ты станешь, если ты еще девчонкой начинаешь свою жизнь с обмана? Да как ты могла? Папа, пожалуйста, не говори со мной так. А как я с тобой должен говорить? Тогда говори с товарищами. Тебе не стыдно будет смотреть им в глаза. Послушай, Петро, ты сначала намекни. Осторожно, а потом... Я ей ничего не скажу. Не могу. Идет. Надо сказать, Петро. Может, ей лучше сразу сказать, и тогда все. Ну, вот ты сама и скажи. Привет. Привет. А вы чего такие грустные? Да так. Ребята. Мне самой стыдно, ей-богу. Ну, тамар. Петя. Я даже не понимаю, как я могла. Пахвальков, зайдешь ко мне. Вы не сердитесь, ладно? Я сейчас. Вот. Дождались. Здравствуйте, Иван Федорович. Здравствуйте. Иван Федорович, а я что, опять какую-нибудь историю влипла? И на сей раз основательно. Больше не учишься ты у нас. За что? По-твоему, не за что. Какие у тебя оценки? По профессии хорошие. Допустим. Но по остальным предметам ты плетешься хвосте. А последний случай на конкурсе. Юля, отойди. Ну что, я уже все знаю. Поговорить надо. Что, собственно, произошло? Девочка на конкурсе первой хотела быть? Так цене это. Да что я могу сделать? Тут такое завертелось. И разговаривать не желаю. Юлька, не дури. Сегодня в 6 часов жду тебя на нашем месте. Ой, Люська. Заходи, ребенок. Заходи. Здравствуй. Мы к Егору Семеновичу. Нам он нужен. Надо срочно поговорить с ним о Юле. А его нет. Он задержался на один день и приедет завтра. Завтра? Да. Завтра. А секретарша сказала, что... Ой, ой, ой. Да ты что? Я его хранила. Это у нас ремонт. Ой. Мы с мамой делаем деду сюрприз. Он приедет, а дома... Хотите посмотреть? Конечно. Можно, давайте, ребят, посмотрим. Париж. Ой, ребята, смотрите. Перекур. Вот почему ты так часто опаздывал. Здоров. Мастер. Приветик. Ну как? Ничего. Заканчиваешь. Скоро пошабашу. Так, так. Халтура. Смотри, что это? Бородавки. Да ты зачисти, а потом машь. Мастер. Дима. Посмотри. Если бы у тебя штаны морщинили, ты бы так и ходил. Я жду. Еще обои. Есть? Два рулона. Есть. Давай. Обрывай колька. Ты чего раскомандовался? Тоже мне босс. А ты чего халтуришь? Хорош сюрпризик. Димка, обрезай. Лёля, что у тебя? Мам, ты только не волнуйся. Я всё улажу. Что? Что? Присядь, пожалуйста. Ну, говори, говори. Мам, меня исключили из училища. Как? Очень хорошо. Очень хорошо. Как хорошо? Мам, ты, наверное, не поняла? Доченька, я всё отлично поняла. Ничего страшного. Будешь заканчивать обычную школу. Ну, мам, ну как ты можешь так? Успокойся. Успокойся, глупышка, успокойся. И тогда женщины попросили толстую рябовую девку. Ульяна. И тогда женщины попросили толстую рябовую девку. Ульяна. Ульяна. А, это ты, Петро. Проходи. Послушай, потрясающая история. Казака за трусость хотели на костре спалить. Но сказали, что казнь отменят, если девка или вдова какая согласятся его в мужья взять. Вот. Послушай ты одну историю. Один сукин сын сам усадил себя на этот костёр. Ну, разве я мог тогда? Разве я мог тогда знать, что из-за этого Юльку выгонят из училища? Ты-то здесь при чём? Это я тогда. На стройке. Ну, это я вас запер. Как запер? Обычным ключом. Чтобы ты на вареник не попал. Тогда мне казалось моим личным делом. Ну, что ты уставился? Ну, скажи, что я подлец. Почему не признался Егору? А Юлька твоя призналась, зачем вы на стройку пошли? Так она же девчонка. А мне перед Томкой не хотелось подлецом быть. Ну, что стоишь, бей. А-а-а. Коля! Что? Тебе письмо. Во! Юлькино поручение. Секретно. Где она? Пошла на море. Дайте, моя очередь. Матхазинка. Матхазинка. Юля! Юля, я сейчас все тебе объясню. Послушай, Юля. Не трогай. Отпусти руку. Ну, послушай же. Я не желаю с тобой разговаривать. Ты должна вернуться в училище. И нечего здесь психовать. Если уж сами все натворили, сами должны распутывать. Юля, ты слышишь? Ты просто струсила. Струсила? Сам ты трус. Хочешь получить медаль за спасение утопающего? Все равно не утону. Ты не огорчайся. У молодых это бывает. Еще помиритесь. Бабушка, можно я завтра твой шарф надену? Надень. А ты знаешь, сколько лет у меня этот шарфик? Еще с войны. Помню, вот наделаю котлет из тюльки и несут твоему отцу на корабль. Он радистом был, когда их в десант отправляли. Ну, собрались родственники. Все больше женщины. Стоят, ревут. Кто чем обмотан. А я вот помню, тогда этот шарфик и надела. Не плакала. Держалась. Подожди, Баб. Держалась. Улыбалась ему на прощание. Даже рукой махала. Он тогда отличился. При высадке пулемет утопили. Но папа нырнул, достал. Февраль месяц был. Вода-то ледяная. Я тогда за папу благодарность получила. Знаешь, как приятно. До сих пор газету храню. Приедешь, покажу. Там такая заглавлена. Геройский поступок. Краснофлот с похвальком. А я и не знала, что у меня папа такой. Иди. Иди спать. Папа, подожди. Я сама. Пожалуйста. На. О, Юлька, привет. Здорово. Ты куда? Ищу комсорга. Комсорга? Да. А он здесь, где-то наверху. Пойдем. Нет, я сама. И все-таки я настаиваю на возвращении по хвальку. Странно, Иван Федорович. А что же вы раньше-то? Мне казалось, что вы со мной согласны. Вы же не спрашивали, Егор Семенович. А я выполнил просьбу матери. В конце концов, это ее право. А потом, знаете ли, она так плакала. Но Юре ведь тоже нелегко. А кто же тогда ее защитит, если не ее мастер? Приятно вас видеть таким решителем. Да-да, войдите. Потом, Каталу, потом, потом. Я только на минуту. Что тебе? Хочу забрать свои документы. Это по какой причине? По личной. А ты хорошо подумал? Да ты знаешь, сколько на тебя затратило училище? Еще не знаю. А на по хвальку сколько? А вдруг меня не примут обратно? Ничего, Юля. Попробуем уладить. Пожалуйста. Скоро экзамены? Я догоню. Давай документы. Знаете, я так много передумала. Вы лучше накажите меня. Ладно. Не вернется по хвальку. И я уйду. Дубовой полагается спрашивать разрешение. Я за этим и пришел, Егор Семенович. Разрешите взять документы. И ты? Это что, демонстрация? Да нет, почему? Я сам один. Да-да. Можно? Вы тоже пришли забрать документы? Забрать? Наоборот. Егор Семенович, это документы по хвальку. Так. Наша комсомольская организация, я разговаривал со многими ребятами. Мы ручаемся за похвальку. Ручаемся, Егор Семенович. Ну, ладно. Если уж у нее так много заступников, то, конечно, никакая мама нам не страшна. Единственный раз уступаю против женщины. Рота, слушай мою команду. Передать по хвальку, может приступать к занятиям. Все. По рабочим местам разойтись. Хорошо, ребята. Зима, сиятельная леди сидела на краю полей, и белые, лохматые медведи держали солнце в лапах перед ней. Ну, хватит, Юль. Дочитаешь на Кавказе. Нам, кажется, пора, а? Да. Вот и Димка. Спасибо. А это, чтобы вы не напоминали мне о жестоком транспорте. В горах ты этими цветами не оделаешься. И будешь добывать на медальвейсы. Лора. А, спасибо, Дима. Благодарю. Все в сборе? Да. Ну, а теперь мы можем пойти на танцы. Мы тоже. Пошли? Пошли. Возьми. Пока. А мы? У нас замок. А ты не помнишь? Почему мы сюда пришли? Забыл? Мне было назначено здесь свидание. Это полно. И что ты хотел сказать мне? Я хотел тебя поцеловать. Дорогие ребята, поздравляем вас с новым учебным годом! Дорогие первоклассники! Сегодня вы впервые переступите порог школы. Этого чудесного нового здания. Которое откроет двери ваше будущее. Анна Максимовна, выделите двух ребят из первого класса. Дорогие ребята, мне немного грустно, что я никогда не смогу учиться в этой новой школе. Но мне всегда будет приятно вспомнить, что в ее строительстве принимали участие учащиеся нашего строительного училища. Мы вырастим. Кто-то из нас уедет на новостройки. А школа будет стоять здесь. И мне всегда будут учиться дети. Примите вы, начинающие ученики, от нас, начинающих рабочих, ключ от вашего нового дома. Вам будет в нем уютно и хорошо. Уважайте своих учителей. И они будут уважать вас. Обладевайте вершинами знаний. Смело штурмуйте их. Идите, смелее. Отдай! Ну что ты вырываешься же, мальчик? Отдай девочке. А теперь идите. Ну, смотрите. Увижу, что будете писать на стенах. Уши надеру. Мы, с детством прощаясь, Юность унесем в сердце свое Словно мечту Солнечный зайчик Тот, что с тобой хранили вдвоем Детской мечты Солнечный зайчик Может однажды стать на пути Для двоих счастьем большим И вечным солнцем любви Я в солнце то верю Как в свою мечту Нашу судьбу Пусть его луч Ярко нам светит Не и тебе И нашей судьбе Детской мечты Солнечный зайчик Может однажды Стать на пути Для двоих Счастьем большим И вечным солнцем любви Дважды один, два Дважды два, четыре Дважды три, шесть Дважды четыре, восемь Дважды пять, десять Дважды два, три